Доброго вечера, друзья! Вопрос, который получил я недавно, мне и самому приходилось с ним сталкиваться лично, просто в своей собственной жизни, и от прихожан, от корреспондентов я его получаю. Здесь речь шла о споре. Муж спорит с женой. Жена говорит, надо подавать всем. Кому рубль, кому два. Вот просит, дайте. Какой-то паситель говорит, просящему тебя дай. Ну дай ему рубль, что тебе жалко, что ли? Ну десятку по нашему времени тоже не слишком большие деньги. Чтобы у тебя была спокойная совесть. А муж говорит, ничего подобного, совершенно неправильно. Во-первых, мне надо давать такую мелочь, которая мне ничего не значит. Да и человеку, который ему подают, ничего не значит. Я от себя добавлю. У нас такое место есть, где стоят эти сборщики. Там кругом мелочь лежит по грязи, разбросанная. Они ее не берут, они получают, говорят, спаси вас Господи, спаси вас Господи. Он выкидывает ее, она им не нужна. Это одна сторона. А другая сторона. Надо же пожертвования свои вносить тем людям, в которых вы, в тех ситуациях, в которых вы имеете доверие, и в которых вы видите необходимость этого пожертвования. И суммы жертвовать такие, которые для вас значимы. Чтобы это пожертвование было вашим пожертвованием, а не, извините меня, кукишем, который вы показываете сами собственной совести. Я отдал 10 рублей, все у меня стоит спокойно. Ничего подобного. Если вы видите, как попрошайничают с привлечением детей, вы должны знать, что привлечение детей к попрошайничеству – это уголовное преступление. Если просто попрошайничество, это смотря сквозь пальцы, административная тонкость, то привлечение детей к попрошайничеству, часто это делают представители одной известной нации, это уголовное преступление, предусмотренное статьей 151 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривает наказание вплоть до лишения свободы до пяти лет. И, естественно, лишение родительских прав соответствующих. И это наша ответственность – следить за тем, чтобы этих преступлений в нашей среде не было. Мы, как общество, отвечаем за детей, какой бы национальности они ни принадлежали. Значит, если вы хотите, чтобы ваша совесть была спокойна, возьмите сотовый телефон и вызвите полицию, для того, чтобы они пресекли это преступление. А говоря о пожертвованиях, жертвуйте деньги на известное вам направление. Вот у нас здесь ТИЛИ ЦРФ, наш дорогой Валерий Иванович Пухалин, болен серьезно, требуются крупные суммы на его лечение. Пожалуйста, возможности есть. Просим вас, я вас лично прошу, тоже участвуйте в этом добром деле. В каждой из вас есть свои добрые дела, которые вы можете делать. Делайте их так, неформально. В этом споре с мужем и женой, в отличие от многих других случаев, когда я всегда становлюсь на сторону женщин, здесь я становлюсь на сторону мужа на 100%. Дорогой муж, объясните вашей дорогой супруге, как она не права и как нужно правильно поступать. Всего вам доброго. Пользуюсь случаем, хочу поблагодарить всех, кто финансово и, главное, молитвенно поддержал меня в моей болезни, помог собрать необходимую сумму для проведения химиотерапии, которая сейчас еще проводится. Завтра, 18 марта, у меня третья по счету. Их еще предполагается либо же 4, либо же 6, понятно, но, тем не менее, на все их средства уже собраны, о чем и на православию уже написано, и благодарность от меня. Но, тем не менее, лично еще хочу, используя видеосюжет, поблагодарить всех вас. Спасибо вас, Господи, помогай вам Господь, храни вас Господь за вашу доброту. Спасибо.